ну а процесс которому я хочу вернуться это моя миробилия blooming bright вот такая яркая должна быть невеста ну что большая часть работы у меня все-таки выполнена эта юбка здесь уже все вышидано за исключением бисера и украшений которые вот находятся сейчас с правой стороны все это будет вышиваться вшиваться в эту юбку и давайте посмотрим на картинку что же мне осталось вышить ну вот нужно вышить пояс из цветов ну и дальше все вот девушку и вот эти вот украшения которые здесь есть фоне все осталось уже не так-то много по сравнению конечно с вышитым но работа еще предстоит поэтому нужно браться и и вышивать и решила эту неделю посвятить именно этой красавицы вот сколько успею столько и успею тут уже как повезет потому что получается у нас сейчас по работе большая загрузка и конечно же совсем мало времени у меня на вышивку ну я буду стараться как-то нужно помарафонить что ли устроить какой-нибудь такой себе марафон чтобы ее завершить до конца года ведь так хочется у меня еще запасах есть несколько таких красавиц миробилий которые тоже хотелось бы вышить вот и если я эту не закончу другие начинать не буду поэтому стимул есть нужно обязательно браться и нужно как-то ее продвигать вышивать смотрю столько бисера украшений конечно да очень красиво будет смотреться работа большая непростая на темной основе ну ничего ничего потихонечку потихонечку я ее все-таки все-таки большую часть вышивки сделала нужно будет еще немножечко под собраться с силами вот работа такая непростая но ничего главное продвигается и вот сейчас смотрю вместе с вами конечно очень красиво все смотрится дизайн интересные и нужно продолжать работать здесь еще будет бэкстич в юбке кстати забыла его вышить вот где-то здесь такие вот у нас кружева будут обшиваться бэкстича как видите у меня основа здесь на раме она пришита поэтому я сейчас буду переставлять на мой станок вот эту раму буду устанавливать боковую натяжку все что необходимо ну и буду приступать к вышивке поэтому мы с вами увидимся через секундочку не знаю сколько у меня пройдет времени мы увидимся через секундочку решила сделать включение так как у меня сейчас такая пауза я сейчас буду переставлять основу как вы видите моя миробилия находится уже на финишной прямой все-таки мне удалось на этой неделе и и повышевать здесь осталось вышить у меня фату и ну и конечно же голову этой красавицы немножко фона и качели завершить осталось крестиках уже немного но это еще не не финиш так как здесь пришивается очень много бисера и разных украшений будет бэкстич поэтому я сейчас хочу поспешить вышить крестики постирать основу так как работа у меня это уже несколько лет находится на на раме хочу постирать основу погладить и подготовить ее к пришиванию бисера здесь его очень много и не интересно поработать со всеми этими красивыми материалами поэтому я пойду вышивать а мы с вами увидимся через секунду хочу показать вам мои продвижение по миробилии продвижение совсем маленький но тем не менее маленькими шажками я иду к завершению этой работы и уже знаете не смотрю на другие процессы потому что очень у меня затянулся этот процесс кажется не таким он сложным но вот почему то может быть основа темной и поэтому мне так сложно вышивать ну я вот потихонечку каждый день сколько есть времени по чуть-чуть вышиваю были у меня здесь сложности с волосами я перепутала значок и в волосах вот здесь темно-коричневый значок очень похожий с черным и я стала вышивать черным цветом потом у меня получились волосы очень пятнистые я сидела смотрела смотрел дому как-то не очень логично что такие пятнистые волосы и потом уже стала проверять обнаружила что я перепутал этот значок пришлось все выпрать и заново вышить темно-коричневым цветом в фате мне здесь не хватило ниточки 451 но я уже докупила сегодня мне повезло и сегодня я буду дошивать пропуски здесь их немного но вот есть дальше что еще какие здесь у меня были сложности сложности вот здесь такой участок тоже был немножко он часто менялась ниточка такие одиночки разбросаны ну в общем как-то так было не очень просто ну и что пояс тоже пояс был такой кропотливый платье в принципе вышивалась нормально ну тоже большой объем и что у меня на сегодня сегодня я уже докупила ниточек и сегодня я буду завершать фату дальше вот этот узор и здесь во фоне ниточкой ручного крошения от water leaf вот такие вот такие украшения в краплении тоже здесь вышиваются их будет много нужно будет еще даже перекручивать основу они уходят вверх 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 это над этой невестой тоже они вышиваются и бисер там будет но бисер тоже будет в конце с лицом я очень сильно намучилась здесь много три четвертых креста три цвета все это как-то очень сложно у меня вышивалась вроде бы не такой большой объемный участок но почему-то я вчера вышивала вышивала его за два вечера вот лицо предлагается по схеме вышивать либо крестом либо аппетитом я решила крестом потому что и так мне сложно вышивать на этой основе аппетит я здесь просто не потяну темная сложная основа в общем девочки у меня вроде бы как-то потихонечку процесс идет пусть не так шустро как хотелось бы но все-таки надеюсь что до конца месяца я смогу завершить эту красавицу здесь очень много будет еще бисера я просто не представляю как я буду выискивать и пришивать его ну как говорится дорогу оселит идущий в общем на сегодня у меня планы вот такие приступаю надеюсь мы с вами встретимся на выходных и у меня будет больше времени показать вам порассказывать и по другим процессам как они у меня продвигаются так как есть и другие процессы и также я надеюсь что уже будет что-то более веское будут какие-то более хорошие продвижения по этой красавице также покажу немножко схемку что мне предстоит еще вышивать вот вот он этот весь фон вышивается ниточкой water lilies не знаю есть ли смысл использовать именно эту ниточку так как она используется совсем чуть-чуть в фате и в основном фоне ну наверное есть смысл цвет очень деликатный ниточка очень красивая и наверное в по итогу когда все вышивается будет понятно для чего нужна именно эта ниточка ну потому что она вроде бы как ручного окрашения сложный цвет и в общем-то не дешевый вот это то что у меня по миробилии также я сегодня воспользовалась случаем что у нас открыли магазины ну как открыли не так что можно заходить магазин как раньше нужно делать предварительный заказ звонить и магазин не заходишь в на входе у магазина стоит стоит столик с кассовым аппаратом и ты передаешь свой заказ и можно оплатить и тебе в общем выдают твой заказ магазин и заходить нельзя ну хотя бы так уже открыли магазины и я в первую очередь побежала не за вещами не за косметикой и в первую очередь я побежала не за вещами не за косметикой всего полно а вот за ниточками я вам показывала видеопланах что мне нужно до комплектовать две мои миробилии и у меня получилось не хватало почти 40 цветов 38 один цвет на вот эту красавицу 451 вот он он пойдет сюда в фату все остальное на мои две миробилии и даже двух цветов в них не было поэтому получается я не все купила но я посмотрю каких цветов не было что-то за оттенки может быть я эти цвета найду в каких-то других моих наборах комплектах или может быть за меню из другой палитра может быть мне удастся и я их найду в каком-то другом магазине дело в том что не все рукодельный магазин открылись только те у которых есть электронный магазин тогда можно как бы связаться и сделать предварительный заказ вот так вот все не просто ну что делать вот такое богатство классные красивые ниточки нужно будет сесть перемотать на бобиночки подготовить все укомплектовать и ждать конечно же старта ну что я отправляюсь вышивать у меня сегодня такой вечер свободный я прям очень рада что я сейчас сяду и займусь моей красавицы мы с вами увидимся и надеюсь на этих выходных сегодня утро субботы вчера я завершила вышивать по крестикам все остальные остающиеся детали в частности это фон вот пришел помощник все ходит меня проведывает ну что что там бор и сегодня я вышиваю бэкстич я вчера конечно его немножко повышевала лицо часть платья фата руки но теперь нужно вышить уже бэкстич на платье ну и конечно же будем стираться такой волнительный для меня момент я так долго ее вышиваю так долго иду к финишу и уже совсем скоро начну пришивать бисер решила сделать такое маленькое маленькое включение показать как у меня здесь идет процесс схема вот по ниткам у меня конечно там сейчас полный кошмар когда идет к завершении уже я их не привожу в порядок так они у меня там все перепутанные ну все крестики все завершены идем вышивать бэкстич я надеюсь уже осталось совсем чуть-чуть и и ну что моя красавица уже постиранная поглаженная и она готова идти наряжаться будем теперь пришивать бисер все украшения работа большая получилось конечно же вот посмотрите здесь размер ткани 70 сантиметров высоту 50 на 70 стандартный такой отрез вышивка достаточно объемная большая не знаю как будет смотреться на камеру ну в общем я сейчас готовлю все принадлежности и начну пришивать бисер немножко боязно потому что его здесь очень очень много будет я уже показывал раньше сколько здесь пропусков видите все будет заполняться бисером честно вам скажу мне даже не верится что все таки я к этому моменту пришла так долго но меня вышивалась сложно но вот настал этот момент иду готовить бисер ну а пока я привожу в порядок нитки снимаю с игл нитки я уже поснимала перематываю у меня еще стоит пакет я вам показывала вон он стоит от хобби лобби там тоже моточки нужно будет это перемотать но я хочу хотя бы освободить мой органайзер так долго он был занят этим процессом теперь нужно его освободить и он уже отправиться к другим каким-нибудь процессом помогать ну а пока навожу порядок и готовлюсь к бисеру и так сегодня воскресенье я работаю над моей красавицей вчера в субботу чуть чуть посидела повышивала вот то что мне удалось уже вышить пришить точнее бисеринок очень красиво все получается бисера много работа кропотливая ткань темная и конечно я долго не могу сидеть и работать с этой вышивкой делаю перерывы потому что глазки должны отдыхать но сегодня с перерывами я надеюсь что я смогу пришить весь бисер который у меня есть у меня к сожалению произошла какая-то здесь проблемка с бисером у меня не все по ключу вот этого бисера нужно две коробочки у меня она одна остального бисера у меня вроде бы все хватает но должно хватить ведь я уже открывала его папа написала значки чтобы мне было удобнее просто хочу показать вам какой здесь красивый бисер конечно же снимаю с руки потому что сейчас нет мне времени настраивать штатив хочу сделать включение поделиться с вами процессом что да как и дальше буду заниматься вышивкой и домашними делами сегодня у меня есть выходной я этому очень рада и из украшений у меня не хватает вот таких вот капелек и должно быть по 2 у меня почему-то в комплекте было по 1 я не знаю вроде заказывала весь комплект но уже я не помню какая там была история может быть не хватало на складе нужно было докупить мне уже давно этот процесс уже в работе вот этих должно быть по 3 не хватает еще вот этого бисера дальше вот такие здесь цветочки так камера такие цветочки на и они у меня хватает дальше вот такие цветочки их тоже не хватает и вот такие здесь у меня полный комплект получается мне не хватит вот этого бисера и вот этих нужно еще по одной коробочке но я вот сейчас так сижу и думаю что же мне делать я наверное сделаю заказ на 1 2 3 стич потому что ой мне нужно купить еще докупить материалы к моей рождественской миробилии которые я вот сейчас буду начинать и также ко мне идет еще одна схемка миробилии я соблазнила сделала покупку ну уже месяц назад просто из америки всегда идут очень долго все эти заказы поэтому я сейчас делаю наверно до заказ вот этого бисера потом куплю на мою рождественскую миробилию материалы там тоже милхил нужен и креник и сделаю комплектацию на третью миробилию до в планах у меня пойдет и третье миробилия вот ну что делать заказы с 1 2 3 стич идут долго около трех месяцев ну там дешевая доставка я думаю купить на каком-нибудь российском сайте но будет дорогая доставка с 1 2 3 стич там сейчас 4 5 долларов на 4 евро это очень дешевая доставка на моим рабилии которые новые это не проблема потому что недолго будут вышиваться но к сожалению невеста она не хочет уходить сцены мы с ней еще встретимся я сейчас пришлю то что у меня есть наличие вот и отложу ее когда придет заказ уже буду пришивать тогда недостающие бисеринки и украшения вот так у меня здесь съемка это первый лист я тогда делала копию и вот так отмечала где бисер очень кстати помогает я сразу глазами выхватываю вот эти геометрические фигурки где тут у меня должен бисер пришиваться и мне легче находить эти участки чтобы пришивать бисер вот пришиваю я бисер ниточкой вот эти танцу катушечка я покупала для работы с образов камень и ну вот смотрите как красиво получается не хочу сейчас ее поднимать у меня здесь бисер насыпан я насыпала вот так бисер и пришиваю потихоньку подкручиваю основу она уже помялась нужно будет ее еще раз потом гладить но тоже такой момент рабочие вот что получается большая работа конечно много бисера вот такие вот у меня здесь моменты рабочие хочу показать вам еще кое-что хочу показать вам еще мою азалию цветочек который я купила снимаю на балконе шумно но не смогла я не показать вам этот красивый цветок у меня сейчас практически нет цветов потому что не хватает времени за ними ухаживать и ну вот от этой красавицы я никак не могла удержаться какая красивая пышная залия очень красивая на ножке стоит у меня на балкончике здесь я спрятала чтобы не попадал дождик очень красивый цветок решила отвлечься от бисера и перемотать ниточки вот они уже подготовлены и сейчас я буду раскладывать по моим миробилькам здесь половина идет на зимнюю половина идет на мечтательницу буду готовить комплекты ну и скорее всего подготовлю уже следующий процесс над которым буду работать на следующей неделе бисер буду вышивать наверное в течение недели я думала что за сегодня справлюсь но очень сложно много много бисера кропотливая работа я решила все-таки потихоньку пришивать бисер не хочет уходить невеста хочет еще оставаться в кадре и почаще вам показываться вот почти все ниточки уже подготовлены это мне на мою мечтательницу и вот здесь на рождественскую королеву вот столько ниточек очень много и даже еще немножко не хватает ну а тем временем я также подготовила следующий проект над которым буду работать поменяла на на моем устаночке раму поставила побольше и вот уже сюда поставила основу зимней радости всем привет сегодня 31 декабря последний день уходящего месяца и также последний день уходящего года и мои рукодельные будни плавно переходят в итоге месяца тогда я снимала какие-то кусочки постараюсь это склеить собрать вместе но не могла выложить видео потому что знаете я вот все ждала что я закончу эту красавицу дома вот 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 сейчас уже чуть-чуть осталось и я покажу вам ее во всей красе ну вот еще немножко и вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть я пришла к сегодняшнему дню на самом деле последние уже стежки я выполняла вчера пришивала бисер вот там вот верху в украшениях и все она у меня готова готова но опять же не полностью вот все таки это красавица не хочет с нами расставаться у меня здесь не хватило бисера каких-то украшений поэтому она еще он к нам вернется я заказала уже все необходимые материалы но так как заказала с сайта один-два-три стичком они будут идти долго это будет где-то к марту поэтому она сейчас отправится отдыхать в рулон не знаю вообще не хочу ее отправлять в рулон хочу повесить ее на вешалочку и хотя бы так и любоваться столько работы и в рулон как-то я наверно погорячила сказав такие слова нет все таки я ее повешу буду как-то любоваться возможно просто натянула на но не подрамником нет подрамника сделаю ее натяжку на какую-то основу вы поставлю буду ей любоваться в таком виде да это лучший вариант на сегодня и будет она ждать бисера потому что бисера у меня не хватило не хватило украшений все что у меня было возможно пришить я уже все пришила и знаете я считаю себя человеком очень терпелевым и очень усечивым и мне казалось что ну вот с такими качествами я могу справиться практически с любой работой но вчера это конечно уже все у меня сдали нервы особенно пришивая бисер который находится вот там вот верху украшения и где нужно закреплять каждую бисеринку отдельно каждую ниточку закреплять бисеринку отдельно снова здесь такая скользкая она торгает как бы нитки не очень они хорошо ложатся это заставляло мне очень много хлопот и я устала и не весь бисер пришила я посмотрела что и так уже нарядные красиво и какие-то там пять может быть шесть бисеринок отдельно стоячих я них не стала пришивать потому что уже все это уже перебор может быть когда в марте я опять с ней встречусь я про эти шесть бисеринок вспомню и пришью но в общем и только мне конечно довольно сейчас я очень долго искала ракурс как мне вам ее показать потому что работа достаточно большая и но вот только так я ее вместила мы сейчас насладимся любуемся полностью во всей длине этой работы посмотрим на нее а потом я покажу вам бисер какие-то детали так хотел я еще ее померить чтобы мы с вами точно знали каким размером у нас она получилась так вот здесь будем мерить по самой ширине 32 сантиметра по высоте по высоте получается 48 с половиной до 48 с половиной нас по высоте и по ширине 32 сантиметра отрез здесь 50 на 70 большой отрез это у меня по ключу давайте посмотрим теперь по материалам значит у меня здесь все было по ключу это у нас лен вот он 32 каунта 32 каунта кофе бен надеюсь вам хорошо видно так здесь ниточки дмс по ключу дальше из украшений бисера вот у меня все было но по одной коробочке за исключением 13025 эти украшения сняты с производства и вот сейчас мне нужно было их заказать я их нигде не могла найти поэтому заказала 13034 это похоже похожего похожие бисеринки но разного цвета а вот то что бисер по 2 стоит это у меня все было по одной коробочке и соответственно не хватило то что здесь у нас идет по два это в основном капельки цветочки украшения только одна пачка бисера вот 00167 их нужно было 2 это зеленого цвета бисер этого бисера у меня не хватило вообще нужно будет докупать но я уже сделала заказ так как я и сказала так покажу вам сейчас остатки бисера вот смотрите здесь видно 42 010 это вот такой серебристый бисер он очень меленький кстати сложно было пришивать он как-то так и не видно особо чуть меньше половины у меня осталось вот дальше 00367 видите остаток здесь небольшой и этот бисер еще будет пришиваться я его не пришивала потому что вышивается вот этот пояс и вот эта часть бисером и бисер идет смешанный трех цветов поэтому я решила не пришивать только имеющийся бисер а уже когда будут все три чтобы уже идти по ходу всех пришивать не не прокладывать ниточку снова второй третий раз да вот еще бисер вот такой 62034 крупненький очень красивый тоже еще будет пришиваться меньше половины осталось но еще конечно уйдет и вот этого бисера использовалась меньше всего 60 479 совсем чуть-чуть его нужно было на украшение вот здесь вверху и где он еще пришивался по моему только верху он и пришивался вот в принципе я могу сказать что можно его и не покупать если кто-то хочет сэкономить хотя тут уж одной пачкой не спасешься работа на самом деле богатая дорогая здесь победили очень много бисера есть и ниточка ручного крошения water lilis она использовалась у нас вот здесь в фоне очень нежно очень деликатно конечно всего красиво здесь разработана продумано вот работа этого года знаете я не ожидала и даже не думала что я все-таки и смогу закончить в этом году я когда снимала планы на 2020 год и показывала эту работу кстати вставлю где-нибудь фотографию как она у меня выглядела на начало года вставляю фотографию и вы видите что на начало года вышито было достаточно мало буквально начало и работа у меня ушла очень сложно я даже не думала что я ее смогу завершить я думаю что нужно как-то и вышивать как-то продвигать и хотела вообще в этом году вышивать другие мои миробилии но так как и здесь столько много материалов и уже все работа была начата я решила уж собраться силами и знаете вот ее победить и я очень этому рада что смогла преодолеть все сложности и все-таки за год ее вышить эту красавицу по схеме сама схема не сложная но сама сложностью именно в основе вот для меня оказалось основа темная мелкая очень сложно считать эти переплетения ниточки на ней ложатся не очень хорошо вот обычно на равномерках на льнах очень хорошо ложатся крестики а здесь они вот ну не хотели укладываться в работе также много три четвертых креста и он здесь ужасно ложился это три четвертых крест креста его много было в фате и в лице но в лице я все точно вышивала по ключу сейчас я вам покажу поближе все детали но а в фате я уже конечно там пропускала и не вышивала везде три четвертых креста потому что это очень было сложно его укладывать и я не видел об этом смысла все остальное в принципе по ключу где-то есть какие-то ошибочки но это уже такие мелочи жизни самое главное целостность картины ну и конечно же она очень богата на бисер сейчас я поменяю ракурс и буду вам показывать все детали и так начнем с юбки надеюсь вот так будет видно здесь очень много бисера ну как я вам уже показала здесь практически три пачки полностью вшито плюс очень много украшений украшения у меня не хватает не хватает у меня в частности вот таких вот бусинок вот таких должны быть еще зелененькие но они сняты с производства поэтому только красненькие надеюсь видно вот так дальше не хватает вот таких вот капелек и должно было быть по 2 каждого цвета а у меня по 1 сейчас падает свет от лампы и посмотрите как красиво переливаются вот эти маргаритки как маргаритки называются цветочки очень красивый вот тоже не хватило буквально пачечки вот здесь три маргаритки должны быть и здесь еще капелька вот такая работа богатая богатая очень шикарная очень яркая но здесь уже все бисера нет вы видите все это пропуске пропуске буквально вот чуть-чуть его не хватило сюда и вот сюда ну что уж сделать не хватило тут уж никак написано по ключу две пачки значит две пачки но как мне нравится как переливаются эти маргаритки очень красиво все блестит так дальше я кожу вот руки и лицо я вышивала все по ключу я не вышивал аппетитом потому что мне так крестиком было вышивать эти желающий аппетитом я бы не справилась ну вот руки как разработаны таких и вышила ничего я здесь не бэкстич ничего не придумывала соскальзывает ну вот лицо хочу я вам показать поближе вот смотрите лицо не в принципе нравится как у меня получилось вышивала все по ключу в лице очень много три четвертых креста и для чего нужны были эти три четвертых креста для того чтобы передать вот именно черты лица вот где идет носик вот на щечке везде везде было три четвертых креста и они здесь играют очень важную роль потому что создают определенный угол как должен вышиваться носик щечки вот овал лица ну и конечно же под тени видны скулы видны и веки все очень даже хорошо получилось разработана я рада что я все вышила по ключу вот такая у меня получилась красавица 1 губа ярче у нее накрашена 2 по бледне ну так вот по съемке да такая красавица ну что симпатичная получилось у нее личико аккуратнее аккуратный носик бровки такие но все очень даже гармонично нравится мне украшение в волосах этот бисер такой голубенький как это все переходит в фату волосах тут конечно творилось что-то невероятное их три раза перешивала а я вспомнила я же здесь даже еще и ошибку сделала а прикутала один цвет значок был похож на значок черного цвета и я один значок волосах вышивала черным и у меня получалось что-то такое знаете паленые какие-то волосы коричневый с черным я не могла понять думаю что там что-то странное у нее волосы какая-то разработка непонятная и когда я уже присмотрелась немножко думаю сюда нужен коричневый почему черный глянула на органайзер пака и да действительно я припутала значок пришлось выпороть и перешить полностью волосы волосах тоже использовался и полукрест и 3 четвертых креста но где-то вышивала где-то не вышивала вот покажу в фате где использовался 3 четвертых креста он должен проходить по линиям где вышивается бэкстич чтобы тоже создавать такой как бы границу где нужно вышивать бэкстич чтобы было какое-то преломление где-то вышивала где-то не вышивала и вообще бэкси здесь вышила в 2 ниточки нужно было вышивать в одну но мне показалось жидень жиденького и я вышила в 2 мне так больше нравится так контрастнее вот такая у меня получилась красавица бэкстича кстати здесь тоже много он такой дробный такой знаете вот мелкий какой-то не получаешь от него удовольствие от этого бэкстича дальше что у меня тут еще вот фон который вышивается вот эта ниточка и water lilis очень конечно она изящно здесь смотрится очень нежно и переходы воздушные здорово ну и вот цветочки бисера вчера я их пришивала я немножко здесь перепутала должна была быть в центре крупненькая бисеринка с краю вот такие мелкие ну мне так больше понравилось я решила оставить вот такие вот звездочки у меня будет вот так такая вот у меня будет мерабили вот в общем вот такая получается у меня красавица богатая красивая нарядная что сказать конечно такие такие бриллианты такие камень и у нее в юбке как ее можно хранить вообще в рулоне посмотрите как все это блестит и сверкает очень красиво я прям так рада и счастлива что я все-таки с ней справилась что я ее завершила и вот успела буквально вот 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 вчера делала последние стежки так конечно же опять повторю что не хватает бексича и еще придется возвращаться к ней бексича бисер простите придется к ней возвращается но все равно для меня это уже готовая работа этого года это уже мой финиш честно уже не помню какой финиш может быть 10 11 кстати нужно будет уже скоро снимать видео о всех моих итогах я думаю что пользуясь праздничными днями выходными я это сделаю на рождество мы рождество отмечаем 25 рождество у нас православное но отмечаем моего 25 вот по старому наверное календарю это так считается и все эти три дня у нас выпали еще суббота воскресенье я просто отсыпалась видео не снимала практически не вышивала но отсыпалась теперь я думаю что на этих выходных праздничных днях я соберусь силами и поснимаю видео хочу сделать старт и порадовать себя ну и покажу вам конечно же все мои творческие творческие рукодельные точнее рукодельные все мои тут новости ну конечно от нее не оторвешься от этой красавицы какая она классная ну что еще сказать по ней думаю что все сказала рассказала вот такой у меня супер итог этого года масштабная сложная работа и давайте перейдем к еще моим работам да да у меня есть и другие работы которыми я также уделяла немножко времени в этом месяце и еще я занималась моим дизайном фирмы dimensions зимние радости напомню что это вот такая картинка отсвечивает не очень здесь удачная печать может быть сама картинка немножко выгорела но я думаю что многие из вас знают этот дизайн фирмы dimensions зимней радости он снят с производства но по-моему сейчас перепопускается этот дизайн я вышиваю по сборке из магазина клубок желаний вот и что у меня здесь на основе кстати эту работу я начинала также в 2019 году в конце года сделала маленький такой кусочек вышила и работу отложила в этом году начала вышивать в нашем совместном проекте моя зима работа у меня продвинулась сначала был вышит вот такой вот кусочек кстати оставлю фотографию как у меня работа выглядела на начало месяца вставляю фото и перед вами то что уже есть в прошлом месяце моей силы много моих сил было потрачено на вышивку мина вот этого элемента тут лошадки тут повозка с людьми очень много бэкстич а часто менялась ниточка такой очень кропотливый участок я его с огромным удовольствием вышивала и теперь он меня вдохновляет потому что здесь вот сейчас с правой стороны то что я вышиваю здесь снег коряги какие-то части заборчика наверно что у нас есть давайте вернемся к обложке что у нас здесь вот ну вот какие то здесь такие части забора наверное бревна что-то вот такое вот непонятно в общем поэтому здесь особо не разгуляешься я только сейчас поняла что я вышиваю здесь будут птицы фазаны я долго смотрела мучилась думала что за два красных пятна что это такое здесь будут птицы ничего себе да не рассмотрела я на картинке вот сейчас вместе с вами для меня просто открытие что у меня там будут птички здорово вот ну и как вы понимаете за месяц декабрь в принципе я вышила неплохо с учетом того что очень много занималась миробилии вышит у меня вот отсюда вот где баксич вот этот такой кусочек плюс вот это все я надеялась вышить полностью участок и с баксичом но я не могла предвидеть того что миробилия займет столько много времени потому что как я говорила смотришь на схему схема простая несложно начинаешь вышивать и просто очень медленно идет и поэтому совсем по-другому у меня получилось в этом месяце но тем не менее я вот немножечко здесь вот уже продвинулась и кстати планирую в январе сделать этот процесс основным хочу на него сделать упор чтобы до конца февраля вышить поэтому мне нужно будет завершить и вот этот кусочек выше здесь бэкстич но потом дальше я буду подниматься вверх буду перекручивать основу и буду вышивать уже верхние три листа с клею ну как я буду вышивать не знаю это уже будет зависеть от настроения и от самой организации когда у меня вышивка идет на 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 раме на станке я обычно вышиваю какими-то полосами выбираю себе участок и вот этими такими полосочками отшиваю а когда на пяльцах то блоками да может быть там квадратами какими-то поэтому буду смотреть по организации вот на сегодняшний день вот такая организация на раму из боковой натяжкой ой как классно вышивать вот все люблю иногда люблю менять аксессуары на кис на пах на пяльцах повышевать но вот рама это всегда самое самое мое любимое потому что есть боковая натяжка все очень удобно знаете это не просто удобно это еще и комфортно ты видишь весь процесс все это так плавненько все хорошо натянута нет никаких сгибов когда снова перекручиваешь все тоже аккуратненько перекручивается ну это огромное удовольствие в этом участке очень-очень много полукреста и в 3 и в 4 и в 5 сложений но вышивается легко здесь очень эластичная податливая основа поэтому на ней вышивать конечно же легко даже во столько сложений очень даже легко и приятно вышивается вообще никаких сложностей единственное вот сейчас вспомнила сейчас про нитки заговорила то что вышивается на этой основе легко единственное вот опять это уже второй набор у меня от девочек где есть как это сказать нитка которая рвется и перетирается их два цвета сейчас я вам буду жаловаться вот она вот она вот она вот она она здесь значок вот такая сигма вот такой вот цвет ее вот как не возьмешь она вот сразу перетирается и приходится выбрасывать большие куски не так я боюсь что этого цвета мне не хватит очень плохая нитка и какая у меня здесь вторая нитка которая тоже мне уже все нервы истрепала по-моему это вот этот цвет тоже вот такой светленький тоже перетирается сразу рвется все остальные нитки нормально нет с ними проблем хорошо ложатся все качественно но вот эти две они с какой-то партии может быть с какой-то палитры старенькой не знаю они вот прямо такие гнилые что рвутся рвутся и я выбрасываю большими кусками эти нитки что-то там выбираю что-то делаю ну вот скорее всего мне их не хватит и нужно будет по итогу искать в своих запасах не проблема все можно найти но знаете я вот не люблю у меня так мало свободного времени что просто хочется сидеть и вышивать и когда приходится искать что-то подбирать знаете это очень меня расстраивает думаешь вот выкроил часок-два повышевает на тут нужно еще что-то искать вот не так вообще здесь много вот смотрите здесь четыре планшетки планшетки мне очень нравятся они заламинированные и на этой планшетке все уже сразу есть и организовано вот поэтому эти наборы я очень люблю несмотря на какие то тоже есть минуса здесь вот мы видим значок видим во сколько сложений нити он вышивается крестом либо полукрестом ну его порядковый номер на ну по ключу да вот очень удобно берешь планшетку сразу находишь значок и сразу знаешь как его нужно вышивать это мне очень нравится планшетки выдерживают никогда не рвутся не перетираются они маленькие такие компактные вот в этом плане конечно все супер ну вот посмотрите какие нитки какие здесь классные нитки эта планшетка здесь блендами и дополнительные цвета для бленда вот такие эти много еще тут уже немножечко я с ними поработала вот видите много ниточек цвета интересные конечно вышивать мне нравится этот дизайн он вышивается достаточно легко есть участки кропотливые вот как эти лошадки и повозка конечно еще будут у нас деревья там выкладная нить ее будет много я так думаю я уже точно не помню схему не изучала ее детально так чуть-чуть просматривала но я думаю что там тоже будет много работы ну вот основная часть вышивается вот где снег все это вышивается полукрестом легко вышивается объемно получается и так приятно дотрагиваться уже до вышитых крестиков этих полукрестиков и вот сегодня у меня открытие что у меня здесь будут фазанчики поэтому мне срочно срочно их нужно вышивать и делать и бэкстич чтобы они уже проявились и я буду ими любоваться ну и вам конечно покажу буду снимать скоро новую рукодельную неделю начну может быть с этого процесса может быть со старта вообще планирую сделать старты пока есть выходные поначинать и поиграться немножко с процессами ну а потом вернусь к этой работе и буду уже с ней так сказать идти до победа до победы ну не до самой прям победы только одну ее вышивать но буду делать упор на эту работу вот такая у меня здесь красота и идем дальше и еще один процесс который я вышиваю в сп в нашем сп мои любимые коты 3 это набор фирмы dimensions африканские львы вот такие красавцы это у нас из перевыпуска начинала когда начинала в 2018 по моему если не ошибаюсь но по моему да вот было маленькое начало и вот в этом году благодаря нашему сп я вернулась к этому процессу но к сожалению к сожалению небольшие у меня здесь продвижение этой работе досталось меньше всех наверное в этом месяце но тем не менее я старалась вышивать вышивала в основном в кровати когда мне хотелось смотреть какой-нибудь сериал документальный фильм и что-нибудь вот так неспешно вышивать потихонечку я вышивала фон который вышивается в одну либо в две ниточки полукрестом такие большие участки там будут зашивки ну вот вышивала и потихонечку есть продвижение я планировала в этом месяце завершить вот чтобы было дошить вот этот угол как видите не справилась но тем не менее я с ней работала есть у меня все-таки какой-то прогресс и опять же немножко хочу забежать вперед хочу в январе и феврале эту работу завершить если я сделаю упор на две мои работы на зимние радости и вот на этих львов я думаю концу февраля я смогу ее завершить здесь в этой работе немного вышивки видите здесь очень много неба практически вот видите до низу доходит полукрестом трава тоже полукрестом но есть и крест но ее здесь мало вот товарища нужно будет вышить ну и бэкстич вот но сима несложна и работа уже не так-то много поэтому если я на две работы сконцентрируюсь я смогу завершить я буду стараться может быть не концу февраля там первых днях марта я завершу уж не будет какой-то большой прям трагедии но смысл в том что эти работы я хочу сразу брать их и завершать идти на завершение я думаю что я смогу с этим справиться вот то что у меня вышита на сегодня очень яркие краски шикарная работа львица потрясающая нет бэкстича поэтому она такая немножко пятнистая когда выполнится бэкстич подчеркнуться черты лица тогда конечно же все станет на свои места вот ну вот так вот она выглядит на сегодня сделаю фотографию и буду продолжать с ней работать и еще один процесс который я забрала с работы я там пыталась что-то вышивать не особо у меня получается потому что на работе всегда много работы вот но в те дни когда мы задерживались я ждала мужа я сидела там по чуть-чуть вышивала процесс несложный поэтому не требуют особой концентрации внимания и какой-то организации это у нас наборчик фирмы panna берег власть могущество знания свобода чудесный прекрасный дизайн я его очень-очень люблю этот дизайн и он вышивается всего тремя цветами ниточек меланж серебристый металлик и вот такая синяя ниточка прекрасные оттенки здесь можно продумывать свой ход вышивки как будет идти вышивка играться с этим меланжем подбирать ну меланж мне здесь не очень нравится потому что он переходы очень большие большая растяжка и вот если вышивать им то очень-очень долго не меняется практически оттенок и нужно тоже подбирать чтобы все вот эти вот крестики они как бы сочетались по оттенкам ну в общем как бы мне здесь не очень нравится сама растяжка но можно играться тоже можно что-то что-то подбирать вот сам процесс мне очень нравится я вот прям в полном восторге вот хочу показать видите здесь вот бэксич тоже вышивался этим меланжем его на камеру вообще не видно светленький светленький я уже потом стала вырезать стала брать потемнее ниточку вот как-то так может быть нужно будет взять пройтись еще темненькой ниточкой потому что ну совсем он там светленький как будто его и нет да вот такие вот эти моменты мне не нравятся ну можно будет что-то здесь подредактировать может быть его повырезать чтобы не было прям такого светлого вот ну в целом конечно процесс мне очень нравится бакси здесь легкие крестики тоже здесь по схеме вышивается просто легко рубками берешься вышиваешь вот уже бакси здесь меланжем вышивается но совсем он светлый мне хочется немножко сделать потемнее вот наверное так и сделаю возьму просто темной ниточкой вышлю да и все вот такой вот процесс и кстати так как у меня его не было дома я его не посчитала в моих планах он тоже отправляется в планы поэтому планы у меня растут и будет еще один набор который я принесла с работой он тоже у меня отправится в планы и сейчас соберу покупки покажу вам покупки и заодно покажу что у меня добавится еще в планы вот такой вот у меня еще процесс в общем по процессам это у меня все то что вышивалось в этом месяце давайте перейдем теперь к покупочкам покупочек в этом месяце немного но тем не менее что-то покупалось первую партию ниток я вам показывала я их уже перемотала и по процессам разложила а это вот недостающие нитки которые мне нужно было докупить до моих миробилек я съездила вырвалась в город так сказать их приобрела еще чуть-чуть вот ниточек дмс теперь их тоже нужно будет перемотать и разложить по процессам мы какое-то счастье богатство перебирать эти нитки я их обожаю какие красивые цвета вообще эти моточки конфетки наши рукодельные что нам еще нужно вот ниток побольше вот такая красота муж иногда смеется и говорит а если б я была владельцем завода ниток мулине я говорю тебе в цены не было вот такая вот красота так ниточки богатство дальше наборчик который я принесла с работы я думала может его там начну но как вы видите не начала нужно мне вышить и вот эту красавицу от жар птицы в пару к моей кубышки чтобы потом все вместе это оформить в текстильные мешочки отсвечивает ну в общем вы понимаете какой дизайн это тоже в планы планы как я не сказала подрастают дальше получила я свой заказ от магазина клубок желаний у них очень много акций есть акция на день рождения это для тех кто состоит в группе вконтакте у них в друзьях Ольга тогда присылает на ваш день рождения вам сообщение что вы можете выбрать набор и второй набор равноценный по цене магазин вам подарит в подарок ну конечно об этой акции я никак не могла пройти мимо потому что получается за одну сумму получаешь два набора по стоимости одного получаешь два ну и так как я люблю индейцев а в моей коллекции пока их маловато я решила приобрести вот этих двух дядек они сняты с производства вот этого наверное еще можно найти но знаете такие дорогие цены я вот не не хочу поэтому я решила купить в сборке от девочек кстати у них поменялись обложки стали уже разноцветные раньше были все одного цвета синенькие сейчас уже вот видите желтенькие зелененькие мне так даже больше нравится вот ну вот во первых я решила купить вот этого мужчину раньше на него смотрела и не понимала вот сейчас мне прям так понравился вызывай великого духа вот такой красавец здесь кстати у нас осенняя природа у меня осенних сюжетов вообще нет ну и тут у него какие-то атрибуты индейские перья лошадь такая странная ну в общем такой вот серьезный сюжет мужчин у меня в коллекции нет поэтому добро пожаловать размеры вышитой картины 25 на 36 сантиметров 18 каунта аида кремового цвета с обработанным краем ну и ниточки инструкция давайте посмотрим вот так упаковывают девочки свои наборчики какая красота какие здесь ниточки вкусные какая основа хорошая вот прям супер мне очень нравится простите отвлечивает сегодня ужасно так ну и второе да это прям вообще по ниткам очень вот такой объемный много здесь ниток называется перо дар орла тоже здесь вот такой красавец не очень я на него обращала внимание точнее вообще не обращала внимание красного неба много как бы ну так не привлекал внимание но потом я на него по-другому посмотрела какое здесь происходит волшебство контакт с орлом ну такой тоже здесь индейц знатный воин у него на скале стоит наверху ну в общем красота тоже решила приобрести и кстати еще нужно будет мне приобрести парочку идейцев мою коллекцию может быть я когда-нибудь их все вышью так размеры выше этой работы будет 30 на 36 сантиметров такой побольше тоже здесь 18 каунта аида так и нитки ой посмотрите какие нитки какая тут основа я обожаю вот эту кофейную основу очень приятный тон здесь такие красные бордовые коричневые оранжевые цвета просто марс такой огненный взрыв шикарно шикарно ой как это будет все вышиваться девочки посмотрите какие нитки спасибо девочкам искупка желаний ну это такая альтернатива я нормально отношусь к к таким комплектациям предпочитаю купить вот так набор чем переплачивать большие деньги за раритеты где еще могут быть и гнилые нитки вот ну а так я уже вышивание первый дизайн в принципе все нормально так что у нас здесь по технике счетный крест полукрест обратно стежок выкладная нить французские узелки и кординг а здесь счетный крест полукрест обратно стежок французские узелки попроще техника выполнения вот такие красавцы ой я так рада этой покупке вы себе не представляете я когда получила долго сидела медитировала на эти наборы хотела открыть что-то начать но потом себе по рукам побила и успокоилась вот и вот такой вот еще наборчик я его купила уже давненько но по-моему я его вам не показывала потому что я его купила спонтанно в наших магазинах здесь в Греции и бросила в коробку и про него забыла а сейчас немножко разбирала и подбирала наборы на на мои планы и вспомнила думаю покажу вам и этот набор это у нас Лонарте дизайнер вот есть у Лонарте серия наборов от этого дизайнера так и очень сильно отсвечивает пришлось выключить свет потому что ну совсем отсвечивает очень сильно не дотронешься к этим наборам вот это дизайн фирмы Лонарте дизайнера вот посмотрите имя дизайнера я читать не буду потому что я с английским не очень-то дружу здесь у нас вот такие бабочки феечки это называется ночь есть пару называется день вот днем бабочка и ночью бабочка так давайте посмотрим что у нас с обратной стороны с обратной стороны здесь вот такое богатство равномерка это Линда по-моему размер дизайна будет 40 на 40 сантиметров посмотрите какие здесь нитки это вообще что-то ой как они красиво здесь уложены какие цвета потрясающе просто посмотрите это богатство богатство так посмотрим что у нас здесь из информации можно найти так написано ткань стопроцентная хлопок что еще не могу найти информацию почему-то странно больше нет никакой информации но это точно Ланарта да вот 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 Ланарта написано Ланарта но это серия этого дизайнера они вот выходит в таких упаковках что не написано нигде что это Ланарта но где-то внизу в уголочке обычно подписано Ланарта но это вот серия именно вот этой этого дизайнера Марии да красивые красивая такая тоже фенечка большой набор и сама работа тоже будет достаточно большая ну в общем вот такие у меня покупки этого месяца сногсшибательные покупки кто не любит покупки нет таких людей все не любят покупки подарки вот такой у меня получился месяц декабрь в принципе я хотела хотелось всегда хочется всегда большего но получается то что получается на этом я хочу завершить это видео хочу пожелать вам хорошего настроения конечно же здоровья счастья ну и конечно же чтобы все ваши мечты и планы сбывались планируйте мечтайте это дает нам вдохновение в нашей жизни и стимул конечно же всего вам хорошего с наступающими праздниками до новых встреч всем пока пока он и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok